Дети мои, вы почему такие уродливые? Пишет автор поста. Были вроде обычные, а потом повзрослели. Хуманизация хомяка. Но я думаю, вы знаете, как работает генетика в Sims 4. Спойлер, не работает. И не обязательно ждать, чтобы ваш ребенок повзрослел перед тем, как он станет уродливым. Потому что уродливым можно сделать его уже в детстве. Мне кажется, это из-за прически. Я бы тоже был недоволен. Хотя это говорит человек, который устраивает пари на свои волосы на следующей неделе. С вами, кстати, мой Сим на вершине политической карьеры. Почему он приходит домой так? Ох, знаешь, я думаю, просто путь наверх очень тернистым выдался у этого персонажа. Почему мой Сим буквально единственный во всей школе? Может быть, он плохой человек? Более реалистичная и техническая сторона вопроса. Это, мне кажется, остальные подростки, которые уже ново сгенерировавшиеся через пару поколений, скорее всего, не понимают, что это школа. Спасибо за подписку, кстати. Этот звук играет каждый раз. Не подписывайтесь ночью, пожалуйста. И да, из крутых новостей, список обновлений того, что починили у нас в Sims 4, вот в последнюю неделю. Там очень крутые, в том числе, например, растения теперь не должны исчезать. Если вы знаете, этот баг был уже несколько лет в игре. Для тех, кто не знаком, допустим, есть какой-то куст, он ночью мог просто исчезнуть. Все могло или начать расти заново, или, короче, ломалось. У меня так сад денежных деревьев пропал. Что в NoCobery, что в закрытом спонсорском прохождении. Но сейчас список обновлений такой, что я даже ВКонтакте, да, 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 ВКонтакте. Так получилось. Не смог удержаться от коммента, потому что, наконец-то, поправили, например, согласно, вот, Хабагивили, Сергей, привет. Привет, согласно ему, поправили, в том числе, бесконечно приходящих к тебе домой людей, которые такие. Пойдем на выпускной, будешь моим лучшим другом. И всякие-всякие прочие приколдессы. Я просто почитал список, а они как будто реально поработали. Хотя меня немного смущает, что они взялись работать над четверкой в тот момент, когда вроде как изо всех сил должна вестись работа над пятеркой. В итоге, знаешь, получится, что у нас все время была поломанная четверка. А потом, когда нам уже нужна пятерка, они работают над четверкой, все играют в пятерку, у нас поломанная пятерка, у нас опыт поломанной четверки. В это время разработчики такие, четверка, чиним. И да, никогда не замечал, что сонное состояние, когда сим спит, дает тебе плюс 10 тысяч силы мудлета. Я не был уверен насчет 10 тысяч, но я точно помню, что там было прям огромное число. Кажется, типа, плюс 999. Я точно не помню, но это ведь можно понять, потому что иначе другие мудлеты перебивали бы. Представляешь, ты живешь в доме для знаменитости, ты поел классную еду, у тебя офигительно уютное жилье в целом и комната в частности. И вместо того, чтобы спать, твой сим просто испытывает счастье. Спасибо еще раз, что подписались. Как вовремя вы сегодня подписываетесь? И мне теперь стало интересно, как много плюсиков можно собрать в мудлетах. Потому что я видел иногда такие цепочки, но там с модами. Без модов, наверное, мудлетов 10-15 можно собрать. Гораздо проще все становится реально, когда ты эмоционально осознанный, живешь в особняке. Там вообще, вот живешь в особняке для знаменитости и являешься знаменитостью, готовься к смерти от истерики. Ладно, я чуть не начал объяснять, как работают мудлеты в принципе. Но плюс 10 тысяч, это логично, это перебивает все. Ты не можешь испытывать эмоции активно, когда спишь. С другой стороны. Теперь мне хочется провести стрим, где я буду спать, а вы скажете, испытываю ли я активные эмоции в этот момент. Почему мой серво это какой-то парень? Ууу, кстати, вот серво ботов я еще глубоко не изучал в игре. Я, по-моему, даже ни одного не построил. И знаете, в следующем поколении в Насобере у нас будет персонаж, весь такой дофига технарь. Я думаю, что там мы попробуем. Ребята, не могу поверить, я выиграла. Человек выиграл в лотерею. Вау, это очень круто, но у нее всего было 400 симолеонов? Она выиграла в первую минуту игры? Или действительно кто-то может играть с таким малым количеством денег? Просто у меня немного даже, наверное, не получается представить, как играть в Sims и случайно не заработать хотя бы сотню. Типа ты прокачиваешь ребенка, делаешь всякие навозные жижи и рисунки в духе каляки-маляки, просто выкидываешь их и за это получаешь деньги. Но в любом случае очень рад каждый раз за любого, кто выигрывал в лотерею, потому что я помню, как я чувствовал себя, когда выиграл такую лотерею. Примерно как когда сидел у себя в чате в телеге, общался с вами, кто-то зашел, закинул это и ушел. Трек целиком я ставлю у себя в канале в телеге, а мне после этого, кажется, нужна терапия. Ясно? Думаю, вы уже знакомы с этим сервисом подбора и видеоконференции с психологом. И сегодня утром действительно прошел мой первый сеанс психотерапии. Перед ним я боялся одной вещи, и все прошло неожиданно, но давай по порядку. Во-первых, да, утром перед всеми моими делами я просто назначил удобное для себя время. Выбрал наиболее подходящего себе специалиста, потому что при регистрации, и я, к сожалению, не могу этого показать сейчас, так как уже зарегистрирован, но при регистрации ты указываешь волнующие проблемы, и сайт подбирает тех специалистов, которые эффективнее всего решат твою проблему. Кстати, там же при регистрации не забудь ввести мой промокод, он даст тебе 20% скидки на первый сеанс, индивидуально или парно. Так вот, да, утром мы созвонились, кстати, прямо внутри сервиса, то есть ты никуда не отдаешь свои контакты, все, что происходит в ясно, остается в ясно. То есть тот же Вегас, но твое ментальное здоровье восстановится, а не разрушится. Это плюс. Началось и закончилось, кстати, тоже минута в минуту, супер четко, у меня довольно плотный график, и для меня это очень важно. И вот я говорил, что я боялся одной вещи, по самом деле не боялся, а просто не хотелось произвести неправильного впечатления, как закрытого человека, который не хочет делиться переживаниями и чем-то сокровенным. Нет, я максимально открыт, мне всегда было интересно пройти терапию, и здорово, что как раз никто не оценивал как закрытого человека, что ага, если ты не принес какие-то проблемы, ну и тут вообще-то на психотерапии ты должен рассказать свои проблемы. Такого не было. То есть меня наоборот похвалили. Хотя из-за всех сил я пытался вытащить что-то из себя, понять, что может быть можно улучшить в плане каких-то переживаний. Но неожиданная вещь, которую я узнал, это то, что даже если ты счастлив, я, например, даже те проблемы, которые есть, они не тревожат меня так сильно, чтобы меня это беспокоило. Я решаю их, я в принципе счастлив, могу сказать, что ни в чем не нуждаюсь. И оказалось, что можно быть таким человеком и тоже ходить на терапию, потому что тебе просто расскажут, где ты сделал правильно, и как ты можешь сделать все еще лучше. То есть тебе совершенно не обязательно доводить свое психологическое состояние до какой-то нижней точки и идти на сеанс только в случае проблем. Нет. Все это разъяснил мне профессионал с опытом, я даже не помню, сколько там десятков лет. В целом на платформе средний стаж профессионала это 8 лет практики. Но даже если вдруг по какой-либо причине этот профессионал тебя не устроит, просто не будет так комфортно, как тебе представлялось, наверное. Ты всегда очень просто можешь поменять его на другого специалиста. Поэтому смотри, от меня все равно промокод с 20% скидкой на индивидуальную или на парную консультацию, на первую. Вне зависимости от своего состояния, перейди по ссылке, попробуй. Не давлю. Это полностью на тебе. Просто вот в итоге. Будь счастлив, заботься о своем ментальном здоровье и не давай его никому разрушать. Прямо сейчас я сижу и смотрю на тебя, пытаюсь увидеть вещи с твоей точки зрения, но у меня никак не получается вытащить голову из своей задницы. Она попыталась, думала я не отвечу. Нет, лучше справляйтесь через терапию. Помните, что сжигание людей запрещено на территории большинства стран на самом деле. Ну как запрещено? Но мы не будем в это углубляться. Мэм и пасим. Слово о генерации, с которой мы начали выпуск. Да, горожане первого поколения, горожане двадцатого поколения. Знаешь, там двадцатого не нужно ждать. Если вы смотрите на Субери у меня, то знаете, что уже на четвертом. Да уже на третьем. Там, господи, такой разнос. Поэтому не могу просто перестать благодарить тех, кто закидывает персонажей в галерею. Ох, вы спасаете красоту этого мира. Серьезно. Кажется, кот стучится. Подождите. Алисон, смотри, как ты оценишь этого персонажа, нет? Ну, там. Нет? Не нравится, да? Ладно. Но, по-моему, он вполне здоровский. Как будто аутентичнее было бы, если бы не использовалось никаких модов. Но, учитывая то, что это реальный человек, по-моему, очень даже похоже. Немного приукрашенная версия, конечно, но все делают в Sims себя приукрашенными, окей? Вот, например, я попыталась сделать себя, как я справилась. По-моему, что называется, point proven. Ммм, English. Ладно, перейдем к декадам. И если мы в прошлом выпуске обсуждали вообще мир в Sims в разных декадах, то здесь, смотри, один и тот же сим уже конкретный через каждое десятилетие проходит. По-моему, вот это очень-очень-очень даже прикольненько. Не знаю, насколько это исторично точно, ребят, я не был в тридцатых, извините. Но общий вайп по духу мохнатые восьмидесятые мне понравилось. Это натолкнуло еще на одну мысль. Но вы будете жаловаться, что я часто отсылаюсь к своим видосам. Так что дальше. Нашла этого Сима в папке со скриншотами. Вау. И здесь Кёрст имеется в виду как проклятый, но именно по-хорошему проклятый. То есть, если вы смотрите мои шорты, господи, опять я отсылаюсь к себе, извините. Но если вы их смотрите, вы видите, что персонажи там вот именно Кёрст. Собственно, не я их делаю, я просто их в галерее нахожу для того, чтобы они фоном там ходили. Пока я рассказываю какой-нибудь факт, который могу уместить в минуту, а не хочу растягивать на весь видос. Так что отправляйтесь в галерею, вводите Кёрст Симс, и вы увидите большое количество подобных персонажей или еще лучше. Есть, конечно, вероятность, что вы найдете там просто магов и волшебников, потому что Кёрст это именно что проклятый. Это уже потом в интернете оно получило свое вот это извращенное значение. Но изначально это именно проклятый персонаж, так что у вас там будут разные ведьмы, маги, колдуны и прочая очень интересная составляющая Симс 4. Этот МФ, что... я могу говорить мадефакой или нет, но вы уже поняли, да, что значит МФ. Так вот, он распространяет слухи о своей дочке Инфанте, то есть вот этот, который еще в подгузниках. И не просто слухи, здесь написано... Блин, у меня было четкое ощущение, что я видел слово Джуси. А, вот оно. То есть прям очень сочные и пикантные слухи. Я напоминаю, это его дочка, она до сих пор в подгузниках. Пишет. Эй, Эмерсон, Дон Гусман зовет меня на свидание. Надо ли мне сказать да? Дон Гусман, добрый вечер. Кто не знает, это настоящий человек у нас в сообществе. Андрей, приветики. Нет, вот это боль. Боль. Человек выполнил все и почти успел мстительный процесс прокачать своему Тоддлеру или Инфанту. И следующее действие это Эйдж Апп неотказываемое. То есть он в любом случае вот сейчас повзрослеет. Тут работы еще на две минуты, которых Симс тебе не даст. И смотрите, я сейчас покажу вам боль. Одно из самых печальных пасхальных яиц в игре. Но оно же просто пасхалка. Вы знаете, что такое пасхалка, правильно? Разработчики запихнули единорогов в качестве призраков. Потому что они работали над призраками. Файлы, ой, над призраками. Ну нет, над призраками они не работали. Над единорогами они работали и файлы есть в игре. У нас есть модель единорогов, у нас есть строчки кодов о том, что собственно лошадь может стать единорогой. Коды, я имею ввиду не читы, а программный код. У нас есть даже файл звука единорога, который правда оставили пустым. Но потому что никто не знает, как делают единороги. Пиу-пи-пиу. Но да, работа над единорогами активно велась. Это видно. Судя по всему, они должны были быть в ранчо. Но у них не получилось. Увы. Почему никто не сказал мне, что кошки могут сами по себе становиться беременными? Окей, у меня есть кошка. Кошку зовут Черепаха. Черепаха это девочка. Так, я клянусь, где-то в этой истории должны быть яйцо, заяц и иголка. И знаешь, я читаю историю, здесь нигде не сказано о пальце через круг. Кошка сама по себе забеременела и ушла рожать. А это точно фича, а не баг. Хотя, о чем это я? В Sims 4 нет багов. Хотя, судя по тому, что у человека всегда были целые орды котов. Очень много. И он спрашивает, почему именно в этот раз досталась шлюха-кошка. Знаете, я начинаю думать, что как будто это мог быть баг. Человек научил собаку ходить по своим делам на улицу. Все ради того, чтобы какашка один фиг спавнилась внутри дома. Я провел реанимацию в Криккабана или Криккабана. Я до сих пор не понял, как это правильно произносить. Сколько лет уже прошло? Но, а у меня ощущение, как будто немножечко выбивается домик. Нет? Вам не кажется? Он вроде прикольно сделан. И я уже посмотрел некоторые фотографии. В принципе, довольно стилево, миленько. Но, в целом, вы помните, это самый бедный район во всем городе. И что-то я не уверен, что в том районе захочется показывать, что у тебя есть деньги на дизайнерский дом. Хотя это Sims. Там нет воров. Есть юристы. Есть полиция. Нет, нет полиции. Но можно работать полицией. Нет, работать можно детективом. Но, короче, в четверке можно воровать вещи. Но не быть вором. А просто воровать вещи, будучи клиптоманом. При этом тебя не привлекут никогда. Хоть ты своруешь телевизор за 4000 долларов. Боже, кажется, игра действительно сделана криво. Ладно, я шучу. Я всегда это знал. Знаете, что никогда не сделана криво? Вышивка на этих футболках. Просто потрясающе. Ссылка в описании. Просто посмотрите. Это нитки. Лучшая ткань из Турции. А за полчаса до съемки мне написали, что готовы все худосы. Вау. Единственный способ избавиться от инфанта, я так полагаю. Что ж, не единственный. Я еще видел некоторые варианты с применением гриля. Но, в принципе, песок... Нет, хотя я хотел сказать неплохо, но плохо. Ведь все всегда копаются в песке, правильно? Нет, там быстро найдут. Привет, простите. И овой. Классические животные. Я думаю, если вы попадали в такую ситуацию, прекрасно узнаете. А, да, это же YouTube. Здесь цензура. Я без цензуры оставлю у себя в телеге этот мем. Давайте так. Я покажу вам кусочек, если вам не хочется никуда переходить. И в целом, вы поняли. Что? Я просто отправился чекнуть... Хаусхолд. Это, ну, типа, жилище вообще. Участок Катерины Линкс. И у нее все в сплошных котах. Нет, я знал, что это одинокая женщина. Но, господи, их там уже больше сорока. Остановись. Тайм-аут. Хорошо, что это не квартира. Вы представляете запах для соседей в таком случае? И стоп, что? Я только рассказывал, что у нас нету воров. А Дон Лотарио, это возвращение любимой рубрики. Ребят, это моды? Потому что, по-моему, да. У нас же нету грабителей прям четверки. Которые приходят и грабят. Кажется, нет. Как и нет подобной магии. Человек сделал улицу в пригороде. Как? Как вот это сделать? Я искренне не могу понять. То есть, это где вообще находится? Или это участок вообще 64 на 64? Человек построил целый район. Как тогда можно вот эти поворотные сделать улочки? Потому что, видите, здесь не просто, когда ты нажимаешь Ctrl плюс F, пользуйтесь. Здесь прям округленные. Это получается, когда круглые стены, но вместо круглых стен ты ставишь низкий бордюр вот этот. Он же поребрик для моих питерских ребят. Короче, я, наверное, не очень сильно шарю в строительстве, но я не очень хорошо понимаю, как сделать вот эту улицу. И, судя по всему, догадываюсь, что все-таки это реально очень большой участок, на котором тонна домов. Да блин, я что, хожу сюда загадки разгадывать? Один из самых залайканных постов за эти два дня это мы, сестры. Только у одной из нас два родителя-горожанина. Кто наш родитель, которого мы разделяем? То есть, кто единственный родитель, который общий у них? И это же дети. Как тут? Как? Кто? Я вам еще вот так покажу и пощелкаю. Может, вам, конечно, хотелось бы разгадать загадку, но у меня IQ вот примерно какое-то растение, так что я даже не представляю. Боб Панкейт? Или, наверное, вот это, созданный. Вот это. Мне еще карьеру детектива за Марио проходить. Я не справлюсь. Я напуган примерно как эти люди, которые только что впервые увидели умный туалет, который, скорее всего, умнее меня тоже. О, черт, надеюсь, Марио вывезет. Если вы не знаете, кто такой Марио, то вот эти ребята. Большое спасибо вам. Как всегда, вы держите все это на плаву.